Туркменистан Он, как и отец, любит конные прогулки, занятия спортом и бывать на природе. А в программных речах допускает немного лирики. Наша благословенная плодородная земля, наши родники и речки, текущие с высоких гор, наши бурные реки, наше синее море – неисчерпаемый источник нашего благополучия, богатства и счастья. Имя Сирдар в переводе на русский «вождь», но настоящим руководителем он только начинает становиться. За плечами дипломатическая служба, должность Хакима Ахалского-Вилаята, по сути, губернатора центрального региона страны, а потом и пост вице-премьера, второго человека в стране. По образованию он инженер-технолог, закончил местный сельхозуниверситет, а потом и дипломатическую академию в Москве. На публике и в телеэфире Сирдар Бердамухамедов появлялся не так часто. Изменилось все во время предвыборной программы. Как говорится в мудром исказывании, здоровье народа – богатство страны. Заботам о здоровье людей нет предела. Вот он открывает новую клинику в Кокинском районе страны, вот приехал в только что построенный сервисный центр «ГАМАЗа». А вот вместе с отцом дарит щенка Алабая главе Татарстана Рустаму Мениханову. Руководитель российского региона частенько выкладывает фотографии питомца по кличке «Агдус» в соцсети. Такая большая собака, и она вот такая добрая, но и в то же время такая мощная. Сирдар Бердамухамедов – заслуженный собаковод Туркменистана и возглавляет ассоциацию «Туркменские Алабаи». Эта порода собак – гордость страны и может считаться самой древней на Земле. Ей около пяти тысяч лет. В стране при Бердамухамедове-старшем породой занялись серьез. Начали строить питомники, где разводят собак, дрессируют и оказывают им ветеринарную помощь. Еще один бренд, с которым новый президент принимает страну – ахалтыкинская порода лошадей. Ее отличает особая походка. Со стороны кажется, что конь будто парит над землей. Это помогало преодолевать даже зыбучие пески. Только эти лошади имеют редкую изобеловую масть, за что их называют потеющими кровью. В 1956 Никита Хрущев подарил такого коня английской королеве. И не обошлось без конфуза со стороны поданных Ее Величества. Эти мастер не видели еще ни разу. Привезли крашеную лошадь Берет английской королеве. И Берейтер конюшни английской королевы, мокрой суконкой, терли круп. Они думали, что крашеная лошадь. Но когда посмотрели, там ни краски, ни волосинки даже не было. Визитной карточкой страны стала конно-спортивная группа Галкиныш, выступающая на Ахалтыкинцах. Название на русский переводится как «Возрождение», что символично. Коллектив представляет республику за рубежом. А идеи по выступлениям подсказывает сам Гурбан Гулыберда Мухамедов. Уважаемый президент предложил идею. Как сделать старый трюк, когда джигит пролезает под брюхом лошади на полном скаку, интересней. Идея в том, чтобы выполнить этот же трюк с двумя скакунами. И мы с энтузиазмом воплотили задумку в жизнь. И этот трюк до сих пор никто в мире не исполняет, кроме группы Галкиныш. Частью культуры туркменского народа стал и ковер. На официальном уровне он признан достоянием республики. Его делают только вручную. Есть даже поговорка – ткать ковер – все равно, что иголкой копать колодец. Настолько это кропотливая работа. Ковер – душа туркмен. Наши коврашицы, когда ткут ковер, отдают все свое тепло. Именно поэтому наш туркменский ковер красив, богат. Текстильная промышленность, куда входит и коврат качества, приносит в бюджет Туркменистана 10% доходов. Но основную прибыль страна получает от добычи газа. Республика занимает четвертое место в мире по его запасам. В стране также развивается сельское хозяйство, химическая промышленность и туризм. Все это предстоит сохранить и приумножить новому президенту. Максим Красоткин, Тахир Хаджаев, Махмуд Курбанов и Инна Епинина. Программа «Вместе».